всем привет так ребята вот что понял моему каналу на youtube уже 13 лет и это первое влоговое видео которое записываю возможно стоило было сделать его пораньше рассказать чуть больше уже пройден довольно интересный путь как в профессии так и в путешествиях но никогда не поздно начинать правильно поэтому я решил записать такое пробное видео много друзей наших спрашивают как мы где мы что мы я вышел из дома чтобы показать вам город немножко поговорить с вами о том где мы сейчас живем чем мы занимаемся куда мы движемся в общем во всем что происходит в нашей жизни сейчас мы находимся в валенсии в испании находимся здесь уже довольно продолжительное время с июня до этого мы были в ереване почти год прошел с момента как я покинул россию и сейчас строим новые связи новую жизнь здесь давайте так большого сценария больших планов по этому видео нет я хотел выйти во первых оттестировать камеру которая сегодня пришла большое спасибо диджай за оперативную доставку и немножко поговорим да немножко покажу вам город тут уже вовсе наряжаются к новому году потом в отдельных видео покажу город украшенный вечером город украшенный днем сейчас больше такая мини-экскурсия немножко моих мыслей немножко того как здесь себя ощущают люди чем они заняты сегодня 11 декабря аномальное тепло вот 26 показывает термометр вчера было 24 но на ранее очень нормально для декабря до но на юге на юге испании здесь в принципе это такое явление я так понял часто попадающиеся вот давайте сейчас наверно переверну камеру немножко продолжу проявствование вы посмотрите что вокруг меня здание рынка прошли сейчас тоже наверно стоит отдельно потом показать что там есть много всего интересного пробежимся наверно по ценам посмотрим ассортимент вообще очень приятно гулять сейчас мы вчера себя на этом поймали что такая зима наверное клево в общем что добавлять вот сидит немножко на террасах сейчас время сиеста до пол четвертого и не все забито она и понедельник принципе туристов всегда хватает давайте немножко расскажу про себя для тех кто не знаком со мной не знает кто я свадебный видеограф человек который посвятил 9 лет своей жизни съемки мероприятий съемки ивентов съемки парочек всяких семейных видео в общем то что я умею делать то что у меня получается довольно хорошо переехав ереван я пробовал наладить работу там что-то получалось там снял первые свадьбы какие-то творческие проекты в общем познакомился с комьюнити если кто-то из ереван открывать это видео смотрит ребята всем привет тоже скучаю по нашим встречам вот мы думаем еще когда-то встретимся в любом случае после того как переехали сюда я тоже начал активно заниматься самопродвижением формированием кого-то европейского портфолио сейчас работаю с довольно интересным маркетологом который накидывает мне всякие идеи да всякие планы как дальше делать как дальше быть вот я следую четко вам плану про творческий путь про то как я становлюсь как видеограф европе я тоже расскажу наверное в отдельном видео тоже довольно интересно я думаю будет для тех кто занимается фотосъемкой или видеосъемкой кто переехал в европу неважно там испания италия или центральная к эта часть вообще путь как что делается да то есть это from the scratch то есть я с нуля считая без связи без толкового портфолио ну я ростовские свадьбы не читаю за какие-то портфолийные проекты здесь более там русский язык сквозит фильмах которые непонятен большинству моих будущих заказчиков вот с таким то есть исходным базисом я выхожу на этот рынок устанавливаю какие-то новые коннекты короче интересно будете расскажу про это давайте сейчас покажу вам главную площадь дошел до нее можно выйти так здесь раньше была проезжая часть дорога несколько лет назад да не огородили это все для пеших прогулок оставили вот здесь проезжую часть вот и народ короче гуляет кайфует здесь здесь довольно интересная архитектура такая испанская узнаваемая чего такое типа мини мадрида центральной части гостиницы кафешки собственно все что нужно туристам до вечером то конечно очень красиво но это вечером сейчас у меня есть полчаса времени чтобы пройтись немножко с вами показать движуху ну куклы эти везде не знаем любой наверное городок заедешь везде будет ребята которые этим занимаются в деревьях у нас апельсины созрели наверно сейчас ближе подойду покажу слышали звук звенел это типа городской ратуши городская администрация вот впереди меня работает фонтаны ну короче вот по ощущениям по погоде сейчас как будто сентябрь в ростове наверно моем родном вот точно не скажу что декабрь вот эти все пальмы апельсины то что тепло не ассоциируется никак не с крисмасом не с новым годом но народ местный к этому привык в каких условиях украшают город про елку слышал что это елка прямо ну прямо вау прямо хорошая потому что до этого прошлые года украшали чуть слабее по моему нам кстати везет мы когда были в ереване там тоже очень круто было украшено там было поснимать было прикольно не знаю вы напишите потом я много болтаю или или нормально потому что я привык смотреть на чужие видео свои писать только начинаю много мысли в голове много хочется рассказать я не буду все вываливать за раз чтобы разбить на какие-то выпуски интересные чтобы посмотреть но и город разные районы разные места общаться с разными людьми сто процентов будут какие-то интервьюшки потому что много интересных людей здесь со многим познакомились и со многими еще предстоит познакомиться поэтому в общем вы подписывайтесь кто не подписан наверно никто не подписан потому что канал не использовался больше для хостинга моих свадебных фильмов свадебных клипов и в меньшей мере для чего-то такого развлекательного поэтому поддержите сразу сейчас лайком youtube любит когда ставят лайки во время просмотра и подписывайтесь да обещаю с регулярностью хорошие выкладывать видео я небольшой блогер в инстаграме могу не выкладывать stories и по несколько дней зато теперь я вышел сюда большой формат и сразу буду бомбить по-крупному слышно не только испанскую речь это приятно здесь очень много туристов круглый год летом когда мы приехали здесь были люди ну потому что здесь море все ништяки сейчас тоже да в такой вроде казалось бы семейный праздник семейное дело приезжают иностранцы гуляют здесь кушают мне кажется это очень полезно для экономики про людей можно тоже говорить бесконечно испанцы довольно ну наверное сильно отличается от нас может быть вообще ментально здесь никто не заморачивается так как мы в плане того что о нем подумают того что ну про общественное мнение хотя история двояка и снимая некоторых испанцев я понял что они все равно заморачиваются над внешним видом стараются поддерживать такой ну как сказать интеллигентный деликатный стиль одежды манеры поведения ну короче следят за тем чтобы выглядеть хорошо говорить на правильные вещи не держать в голове всякий мусор ну это круто я считаю я знаю что многих из вас наверняка киевские то вопросы касаемо жизни в испании касаемо нашего пребывания здесь вообще отношения к нам как экспатам страны снг очень насколько сложно войти в этот ритм стать частью общества вы пишите я потом отдельно наверное еще прогуляюсь с вами все вопросы поотвечаю это арена быков арена для корида я как-то записывал stories летом здесь была корида ну такой спорный вопрос да то есть это вроде бы в цивилизованном мире неприемлемо что-то делать животными это развлечение такие древние но блин продавили да это все таки случилось тут что-то было много было протестов чтобы не проходила она прошла никак не комментируем просто наблюдаем сейчас подходим в зоне для кучи магазинов я наверное туда сейчас не пойду там много людей будет немножко сниму вам еще город почему валенсия почему выбрали этот город наверно прежде всего за баланса то есть такая точка в которой вроде все сбалансировано город не особо деревенский но при этом и не супер большой можно пройти принципе пешком из одного конца в другой он миллионник по моментам плюс еще очень много туристов регулярно находится здесь за того что это не столица не мадрид здесь такие высокие цены на аренду жилья наверное часть услуг тоже вот но при этом это город у моря как барселона отличие той же барселоны здесь не так криминально можно спокойно гулять не париться о том что у тебя отрежут сумку вырвут кошелек ну короче все что если кто-то барселоне сталкивался с таким то вы не знаете чем я говорю красивое здание почта сейчас не на тоже вам покажу это не действующий почтам главный с какого-то времени он просто открыт как музей там даже какая-то экспозиция идет по моему вот здание довольно прикольная слышал о нем истории он наверху вон на арке статуи девушек и мальчиков на пятерых там даже не эти вижу ну короче это символизирует пять континентов до с которыми связывается почтовым сообщением испания такое довольно интересное здание тоже украшено к рождеству целом но увидите понедельник народ все равно гуляет на улицах это происходит регулярно народ не знаю когда и где работает блин но у них тут work life баланс супер супер сложенный многие организации там дизайнерские бюро мы интересовались они работают там с десяти валя с десяти там до 12 до двух и потом уходят на обед на большой обед 3-4 часа возвращается с обеда где-то типа в пять вечера до восьми еще работают в общем получается шести там восьми часовой рабочий день но он разбит на два интервала большим таким перерывом это хорошо сказывается на работе хотелось бы так поработать я уже сто лет не работал там нигде кроме как на себя поэтому мне в любом случае было бы тяжело наверно красный свет на красный можно переходить люди переходят и давать постоим не знаю нагрузить вас еще чем-нибудь или потом сделать отдельно и наверное отдельно расскажу мне важно получить какой-то фидбэк от вас что интересно что именно интересно потому что я могу вещать многое наверно буду рассказывать многое и потихонечку сложится такая история про нас про наши путешествия по нашу работу здесь про быт все остальное давайте тогда просто посмотрим немножко еще на город и будем завершать что это это Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что я не прощаюсь Я говорю вам до скорой встречи!